Продолжение следует... ...экспортировалось в свежем виде и на местном рынке продавалось. Ну и по яблокам около 1400 тонн, на экспорт шло около 800 тонн. Яблоки производятся в Гагузии около 6000 тонн, но они в основном направлены на промпереработку. Урожай слива в этом году из-за засухи и отсутствия пыли неслабый, но его большую часть уже продали. Впереди реализация столового винограда и яблок. Ну естественно, что мы и сейчас работаем по пересмотру рынков. Это любая задача, это задача для любого экспортера, чтобы он диверсифицировал свои рынки. Естественно, что будем работать на диверсификации рынков. Будем обсуждать, наверное, на уровне ассоциации экспортеров и какие будут решения приняты в ассоциации, то и будем придерживаться. Фактическую потерю российского рынка молдавским плодоводам в текущем маркетинговом году компенсировать будет крайне сложно, говорят эксперты. Хотя бы по той причине, что на этот рынок в предыдущие несколько лет приходилось до 95% экспорта молдавского яблока, 50-60% столового винограда, 45-50% сливы. Андрей Демитровгл отметил, что придется, как и ранее, подготовить документы и отправить Россельхознадзор, пригласить экспертов в Гагаузию, чтобы лично проверили продукцию на местах. Мы, в свою очередь, исполнительный комитет Гагаузии, будем со следующей недели связываться напрямую уже с Россельхознадзором, по примеру других годов, когда тоже был запрет, и устраивать свои отношения, приглашать комиссии Россельхознадзора, наши сады, виноградники, показывать, что у нас этих объектов нет, и получать разрешение на ввоз нашей продукции. Эмбарго на поставки молдавских яблок на российский рынок автоматически выталкивает в сегмент промышленного сырья очень много продукции, которая в иных условиях все-таки могла бы быть продана на свежем рынке. В этой связи позиция руководства местных заводов по производству яблочного концентрата не изменилась. Примем столько, сколько фермеры решатся продать. Но вот закупочная цена осенью на промышленное яблоко, очевидно, будет ниже фермерских запросов, говорят аграрии. Дело в том, что в это время у нас уже были покупатели на этот период и на сливу, и на виноград, а сейчас все отказались. В связи с тем, что с 15 числа Россия запретила рост сельхознадзор, запретил ввоз молдавской продукции, все покупатели отказались. И вот сейчас ждем у моря погоды. Скорее что-то дается, а что делать? Дается возить на завод, а сливу что ли делать? Конечно, повлияет. Считайте, что цены упадут в два раза. Это считайте, мы должны или на сушку сдать, или на консервную. Если цена складывается на сегодняшний день в свежем виде 9-10 лет, то цена будет в пределах 4,5 лев, а на консервную в пределах 3. Ну, это считайте, что если по 3 лев, а 3,5, то может быть, что выйдем по нуля. Ну, все зависит от урожая, какого урожая соберем. В этом году урожая мало. Андрей Димитрогл отмечает, что решение по запрету ввоза сельхозпродукции носит политический характер. Конечно, очень неприятная ситуация. Возникла эта ситуация, я понимаю, что не по карантинным объектам, как констатируется в документе, что наши продукции нашли карантинные объекты, которые запрещены ввозу в Российскую Федерацию. Конечно же, это политика, потому что этих карантинных объектов, получается, что преднестровской продукции нет. Отсюда вывод, что руководству страны нужно дипломатично устраивать свои отношения с партнерами, с другими странами, в первую очередь с Российской Федерацией. В марте 2022 года Россельхознадзором были отменены все ограничения на ввоз молдавских товаров растительного происхождения на территорию России без учета ограничений по предприятиям-производителям. Синейда Канцер, ГРТ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова